Добрый день дорогие зрители моего канала, с вами как всегда Фаниль и вы смотрите канал Сделано в деревне. Это вторая серия ролика Деревенский вопрос. Наконец-то у меня дошли руки. Если вы еще не посмотрели первую серию, рекомендую посмотреть, ссылочка будет в описании. Итак, насчет этого ремонта, мы его наконец-то закончили, было сделано колоссальное количество работ и много интересных решений. Так что присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. А, забыл еще напомнить моим новым зрителям, что это не обучающий ролик. Не нужно брать его за пример, не нужно повторять за нами. Это чистый колхоз. Я просто показываю вам, как мы колхозим на колхозе. Ну а если вы сумеете как-нибудь взять в себя что-нибудь полезное, там решения, лайфхаки, всякие идеи, это круто. Я только рад. Надеюсь, я смог донести до вас суть своих мыслей. Вот теперь поехали. Первым делом грунтуем все стены грунтовкой глубокого проникновения. Параллельно с этим потихоньку делается наш декоративный камин. Каждый раз он выглядит у нас по-разному. В этот раз он выглядит вот так. Стараемся не делать все по шаблону. Ведь делать одно и то же, это очень скучно и неинтересно. В общем, собрали каркас, потихоньку обшили гипсокартоном, сделали вот такие декоративные деревянные элементы из тех самых половых досок, которые стояли тут на полу до нашего приезда. Стараемся использовать те материалы, которые есть под рукой. А вместо декоративного камня у нас в этот раз вот такой кафель, чем-то будет напоминать кирпичную кладку и клеим мы его на фуген. А на зазоры между камнем, чтобы регулировать толщину, ставим вот такие куски пластиковой панели. Вот и пришло время заполнять те самые зазоры. В этот раз будем заполнять с помощью финишной шпаклевки, как всегда, то, что есть. Добавили немного черного колера, чтобы сделать нужный свет. Заполняем вот так старый тюбик от герметика и процесс пошел. В итоге примерно как-то вот так получается. Окраску мы мешаем вот такой самодельной мешалкой, как всегда, из электрода. Итак, подбираем нужный колер. О, наконец-то! То, что нужно! Оттенок серого. А теперь вот в этой нише будем делать декоративную штукатурку. Пока тут обычная штукатурка, но скоро будет совсем другое дело. Сначала с помощью обычного шпателя наносим нашу декоративную штукатурку на стену слоем где-то 3-4 миллиметра. Потом с помощью обычной кисточки делаем вот такие движения. Ну, надо стараться сделать что-то похожее на волны. Такие бугорки. Ну, как-то вот так. Итак, закончили мы первый этап. Вот такие волны у нас получились. Пока не очень видно, но после покраски будет лучше. А теперь, дорогие друзья мои, подружки, начинаем варить кашу, то есть готовить краску для декоративной штукатурки. Сначала вот так чуть-чуть наливаем лак для бани и сауны. Вот такой лак с воском. Можно и без, потому что потом вот добавляем декоративный воск. Вот такой продается в магазине. Наливаем еще столько же, ну, примерно 50 на 50. А дальше чуть-чуть добавляем колера цвет ультрамарин. И аккуратно смешиваем с помощью кисточки. С помощью обычной кисточки наносим нашу краску на стену. Вот такими хаотичными движениями. Ну, мажем там в разные стороны. А потом с помощью крупнозернистой губки, особо не прижимая, разглаживаем нашу краску по стене. Только без фанатизма. Как всегда, дядя развлекает нас своими приколами. Пять и у пять. Два шесть. А ты сто там. Двадцать шесть и больше. Больше значит лучше. Итак, второй этап закончен. Вот что у нас получилось. И плавненько переходим к третьему этапу. Итак, нам понадобится новая смесь. Все тот же лак, воск и колер ультрамарин. И еще один колер морская волна. Колеры добавляем одинаковое количество. А потом точно так же, как и в первый раз, размазываем с помощью кисточки и заглаживаем с помощью губки. Итак, друзья, переходим к четвертому этапу. Используем ту же краску, которую использовали на втором этапе, где есть воск, лак и колер ультрамарин. С помощью кисточки вот так наносим краску на верхушке волн. Потом все той же губкой аккуратненько размазываем краску по волне. И не забываем периодически мыть губку водой. И на последний этап берем лисирующий лак серебро. С помощью кисточки сначала наносим лак на нашу губку. Прям чуть-чуть. Потом аккуратненько, легкими движениями наносим этот лак на кончики наших волн. Очень аккуратно. Потом еще будем втирать, чтобы вот эти темные пятна исчезли. И в итоге он даст нам глубину и некий блеск. Поклейка обоев и еще некоторые моменты наших работ. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok На этот раз мы работаем в погриве. У нас как всегда без этого не обходится. Я всегда стараюсь показывать такие моменты. Такие интересные моменты. Проводим тут воду и некоторые коммуникации. Надо еще фильтр тут поставить. Как-то так, короче, продолжим. Финишная прямая, друзья. Ремонт почти закончен. Осталось только покрасить пол. Будем лакировать. Но сначала покрасим колером в цвет дуба. Чуток добавили коричневый колер. Вот так вот примерно выглядит. А вот так выглядит после нанесения лака. Первый слой. Все, ребята. Закончили лакировку первого слоя. Еще один слой попробуем. Потом, если будет нормально, оставим. Если будет не очень, сделаем третий слой. Ну что, время покажет. Двух слоев было достаточно. Давайте покажу вам, что у нас получилось в итоге. Добро пожаловать, друзья. Вот такой вот домик у нас получился. Вот это те самые декоративные элементы. Деревья. Ну или веточки, как вам угодно. Еще сделали вот такие полочки. Вот уже тут цветы стоят. А это кухня. Не обращаем внимания на мебель. Это старая мебель. Дальше будет новая. Давайте отойдем чуть подальше. Вот это вот прихожая. Вот такой вот потолок. А это уже потолок кухни. А тут у нас есть барный столик. А это уже зал, друзья. Давайте зайдем с нормальной стороны. Вот такой вот зал, друзья. Довольно неплохо получилось. Лично мне очень нравится. Камин стоит на своем месте. Давайте покажу вам освещение. Вот, ребята, это та самая декоративная штукатурка. Называется она морская волна. Ну, в этой комнате мы старались сделать такой морской берег. Ну, такая тематика. Сейчас подальше отойду. Вот морская волна. Там чуть выше, вот, желтый это песчаный берег. И деревья. Как говорится, привезли море себе домой. Ну, и камин стоит. На берегу моря. Камин рабочий. Вот. Красота. Давайте покажу вам офисную комнату. Это такая маленькая комната. Вот, поставили вот такие выдвижные двери, чтобы сэкономить пространство. Такое решение. Сделали вот такое панно. Сама отдельная картинка, типа. Ну, и на стенах обычные обои. Как говорится, просто и сердито. Давайте покажу вам последнюю комнату. Это у нас спальня. Вот такая небольшая спальня. На стенах обои. Как обычно. Такие вот серенькие обои. Вот такая уютненькая маленькая спальня. Вот такие вот обои. Что-то типа сакуры. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok